и привет и сегодня мы поговорим о том как начинать игру xcraft.ru и так начальные квесты ты уже наверно выполнил что делать как делать ты уже наверно знаешь то есть как атаковать противник защищаться на всякий случай сейчас еще и напомню и так допустим мы выполнили первые квесты которые нам выдаются что тебе надо защититься от пирата и что дальше дальше мы строим тебе кликай на этого робота исследовать выжил лаборатории нам не ход находится заходим в нее и изучаем технологию брони и счетовую технологию насколько это можно себе позволить желательно чтобы хватило на колонизационную технологию то есть читала технологии в 4 налоги в 5 пока если у тебя нет ресурсов чтобы это все изучать ты можешь построить себе флот будь то это истребители или викинги на начальном этапе это как-то не особо это и важно для это не немного по-разному но составляет 25 за раунд 50 за раунд раунд улица 50 секунд викинг стреляет 1 20 секунд один раз и бьет он изначально 6 из каких-либо технологий итак допустим у тебя есть небольшой флот небольшой флот и немного переработчиков что делаешь выходишь в галактику и смотришь вот твоя планета до 25 очков до 25 тысяч очков от твоей планеты будет появляться пират слабенький достаточно слабенький его можно будет спить и получить обломки в другом случае просто если он у тебя слишком сильный планета гуляет можно найти себе полегче допустим сейчас вот и не можешь убить смотрим дальше это слишком сильный но чтобы так не искать ты можешь перейти фильтры установить на пиратов просто сделать . применяем и так вас подсвечиваются пираты трое до 100 очков и так смотрим тут вас есть пират 44 очка атаку выбираем флот я на всякий случай всех отправлю даже как мы возьмем отправлю эти потребление топлива у них тоже есть у истребитель это 2.66 у меня сейчас и считается это за тысячу у км и то есть из чего км и это как пояснить из чего км и это допустим твоя планета здесь а здесь другая планета ну в лучшем случае вот у меня здесь планета здесь другая планета расстояние до нее тысячи тысячи у км и так сейчас убираю флот и отправляем ждем 7 минут а за это время мы строим переработчика сейчас у меня ресурсов нету по крайней мере металла чтобы построить переработчик лучшем случае ты можешь перейти в премиум и взять там бесплатный набор с переработчиками бесплатный набор работает до 20 тысяч очков чтобы узнать сколько у тебя очков можешь перейти в обзор из-за того что у меня сейчас это раз табы немного помогает вот у меня 42 42 тысячи 966 очков и так допустим ты построил или взял теперь переработчика тоже захочешь в галактику и ищешь обломки обломки допустим от одного можешь это галактику и вот видишь вот эти вот кольца эти кольца и есть обломки вот обломки ресурс на орбите есть минералов убив пирата будет еще больше просто берешь самое быстрое это нажать на эту кнопку он отправит минимальное количество которое нужно для споры этих обломков переработчиков переработчик полетит заберет эти обломки примерно где-то за минуту и улетит обратно насвоясь на момент мне понадобится два переработчика чтобы собрать весь металлолом с этих пиратов которые будут убиты ну я на всякий случай могу отправить побольше потому что кто знает умрет ли какой-нибудь из этих кораблей поэтому наверное 3-4 штучки власть итак пока мы ждем я поставлю на хотел поставить на паузу но скажу еще что так еду я на планету поскольку там у пиратов выпадает лом это не значит что тебе не нужно строить шахты да закройся шахта вот шахта металла она вырабатывает тебе энное количество металла в час это уже смотря на какой вы также есть рудник минералов вот он и также есть колодец для добычи металла и кристаллиного озера также есть скважина газа весь пин кстати весь пин довольно таки дорогой потому что он сложно добывается и добывается только на планетах так что советую экономить насчет энергии самом начале лучше всего ставить солнечную панель только это уже не знаю где мне солнечная панель вот она она ничего не хочет как очень много ресурсов чтобы улучшение и вырабатывает энергию из солнечного солнечного света это конечно же еще являет на позицию планеты чем ближе планеты своему светилу тему больше вырабатывается также есть термоядерная электростанция которая вырабатывает намного больше энергии чем солнечная электростанция но потребляет газ весь пин в лучшем случае если не хочется улучшать солнечную электростанцию или термоядерную электростанцию можно перейти вверх и построить солнечный спутник который тоже вырабатывает энергию тоже влияет на нее тоже влияет позиция планеты но минус в этих путниках то что случае если тебя атакуют атаковать тебя будут часто то ничто их не спасет то есть тебе либо нужно делать хорошую оборону либо хороший флот но флот тоже не советую оставлять лучше отправлять это их сейф я объясню в следующем видео так наши корабли все еще летят три минуты на счет обороны обороны много не бывает честное слово вот здесь на планете меня его мало а вот здесь уже чуть-чуть более-менее лучше также советую строить очень много викингов потому что викинги в основном предназначены для обороны на ней в описании викинга тоже написано что при атаке на ваш объект викинги трансформируются и приземляются на поверхность поселивая свое атаку в три раза то есть вместо 6 он будет быть 18 за выстрел а когда их очень много и урон тоже много больше также они не дают обломков противнику не дают боевого опыта то есть вот очки его не переходят противнику то есть если их много будет человек подумает стоит ли атаковать итак я пока поставлю на паузу пока прилетит мои корабли пирата так примерно 5 секунд до прибытия и вот у нас тут начинается битва как мы видим вот у нас это началась конечно можем управлять ходом битвы чтобы умеешь потерь то есть силы потому что никто не хочет подселить свой флот я тоже конечно чем больше флота тем меньше потерь вот как мы видим мы победили у нас образовалась на и количество обломков закрываем подку и вот наши обломки теперь мы можем нажать на эту кнопку ставится минимальное качество моем случае это два либо переработчик прийти туда и соберет обломки либо мы можем вручную выбрать в два или в три раза больше переработчиков чтобы они собрали все это быстрее ну я отправлю само минимальное окно конечно не то место я выбрал место отправки отправляем переработчиков два переработчика принятие на эти координаты собирать обломки вот и теперь допустим у нас уже есть ресурсы мы построили себе колонизатор что теперь с ним делать ну во ты можешь оставить его на планете он увеличить вместимость ресурсов который ты можешь хранить на планете лучшем случае они у тебя перестанут собираться но в лучшем случае они перестанут собираться в лучшем случае они будут выветриваться то есть исчезать так выбираешь себе хорошую такую планету по вкусу конечно у некоторых планет есть свои бонусы но я выберу так случайно допустим эту планету нажмем на колонизацию выбираем по и затор на всяких случая жмем колонизация и отправляем в корабль он меня прилетит через 11 минут 2 секунды закончится это все взлетать через один день 11 минут и 2 секунды то есть 24 часа этот корабль будет полонизировать планету ровно 24 часа после прилета на саму планету этот рейс я отменю потому что мне не нужна эта планета и так допустим ты колонизировал планету что делать дальше так первых лишь в обзор и смотришь сразу же на количество полей для строительства в идеале должно быть 300 с лишним полей лучшем случае 290 но не самым худшим но так сойдет это будет 290 полей они вот такое количество если видишь такую планету сажу жмешь на эту кнопку покинуть планету вводишь пароль от аккаунта и удаляешь я эту планету удалить не могу да она мне еще и нужно но так и ты знаешь как колонизировать и как выбирать планету и так еще что могу сказать возможности улучшая фабрику роботов возможности лучшая верь и и следует лаборатории насчет все деструктора я уже расскажу в следующем видео а тебе я желаю удачи и войсей